Сегодня у нас воскресный день. Вышли из храма братья и сестры. Да, оставь себе. Ну зачем ты мне суешь? Ты говоришь, оставь себе. Мы далеко остались. Остараемся поближе погодить. Так, поближе сюда подходите, чтобы слышно было. Я хотела спросить, во сколько сейчас в одно время будем делать? Мы делали без батюшки в одно время, батюшка в другое. Как это лучше? Какое? Давайте решим вместе. До обеда может быть. Двенадцать еще. Но, когда батюшка в двенадцать, не согласится. Если, Лена говорит, что в одно время, батюшка в двенадцать не согласится. В час уже поздно, а в час поздно уже. Давайте в двенадцать, а батюшка уже в пятницу. А от во сколько? В двенадцать. В двенадцать часов. В двенадцать. Ну всё, как сказали, вот так. Дело вот какое. Когда мы раньше собирались, отец Геннадий Хваст был, батюшка, мы заходили в храм, ну храм любой, тогда был один Покровский. Дверь открытая, никто не знает, сколько зашло, вышло, и торговля вовсю идет, когда она изнана была. Говорить никак нельзя, они сразу милицию вызывают, ну то есть все было. Мы думали, как это сделать-то, чтобы не было этого, и выхода никакого не было. Мы в лесу гуляли, долго прикидывали, но вот сейчас он сразу сообщает и все. Образовать общину, а возможности есть, да, есть. И мы зарегистрировались, потеряевская община была, и там регистрация в отделе юстиции, и там знакомства-то никакое, ну они просто положены, все. Патриархия буквально рвала все, чтобы только нас не зарегистрировали. Зарегистрировались мы такие же, как они. Все, это вся волна, это что они травят, это все преступление уголовное. И они это понимали. Не надо их, я пришел, говорю, регистрировать будете? Да. А как? У-у-у, тут патриархия что делает? Это, которая там работает, но они были расположены к нам. Это я знаю. Иван Егорович один там был. Вот к слову сказать, я попутно кое-что буду говорить. И он говорит, вот вы Власова знаете, ну она мне помогала, когда за то, что у меня потеряно было, в суды шли, сильно помогала. А у нее и муж тоже юрист. И он говорит, преподавал у меня. Я говорю, думаю, сейчас вот сделаю дипломную работу, там сколько написал, много. Я не знаю, какая тема у него была. Ну и летом я поеду там отдохну. Ну и пришел, когда подал, он просмотрел и говорит, Иван Егорович, мы написали хорошо, но вы могли лучше написать. Поэтому я у вас не принимаю эту работу. Сделайте заново. Я говорю, до того был огорчен, уже договоренность, там жена, дети, мы едем. Он все мне разрушил. А теперь у меня кроме благодарности ничего нет. То, что написал на первое место, ему сразу дали работу в краевом органе. Выше всех, которые у него знакомые были, самые большие должности дали. Почему? Видно было, перспективный. И вот мы зарегистрировались от русской православной зарубежной церкви. Так, с самого начала было, когда я был в Нью-Йорке, подал там прошение, и что в честь святого Анфима Никомедийского, а так Христово-Зижинской будет, митрополит. В то время был секретарь у него как раз Иларион, который умер, был епископом. И все у нас получилось как надо. Мы все законом, документы сдали в местные юридические отделы. Все было как надо. И вот заметьте, как мудро поступал, который приезжал к нам сюда, митрополит Сергий Иванников, который сейчас в Барнауле. Здесь во время богослужения он поминает, первое, патриарха Кирилла, вот так. Потом он поминает нашего, который зарубежный был, такой-то западно-американский, перечисляет его полностью, какое у него название в должности. Так. Потом прочитает место, которое, и потом, которое там был понище. Владислав или кто был, кому как бы территория относится. Так было? Где-нибудь он это еще по-другому говорил нигде. Зачем он будет поминать зарубежность? Мы единственные, где архиерей, московского патриархата, это у нас все записано. Поминал за патриархом, ну то есть по ранжиру, как они есть. Это недавно рукоположено, а тут у них имеет значение старшинство. А тот-то уже сколько лет есть. Поэтому мы патриарха в домашней молитве поминаем каждый день. Ну у нас записывается это все. Каждый день мы молимся за архиерея. Сначала поминаем теперь Марка, местный архиерей и патриарха. Я поминаю всегда и папы римского, которого отстранили Венедикта, и которого и франциск. Домашняя молитва. Это никто не запретит. Тем более патриарх Кирилл там обнимался, целовался. Я его не обвиняю, ничего. Хотя его за это многие перестали поминать, отошли. Особенно сейчас Литва отошла. Где русские православные церкви были, на Украине везде перестали поминать патриарха Кирилла. И сразу подают там какой-то томос на греков, кому они принадлежат. Я это считаю неправильно. Это мое личное мнение. Но мы его никогда и не отрицали. Сейчас, вчера, мне звонят. Игорь Дубунов. Батюшка, это у него попытка была раньше, мы обговорили, поминает на богослужение, вслух богослужения. Не в частной беседе патриарха Кирилла. Зачем? Мы ни одного дня там не были. Ему не принадлежим. У него хватит поминащиков. Сколько нам? Зачем, когда нас никто и не просит? Я даже нам не напоминаю об этом. Зачем? Вопрос стоит, зачем? Ответа никакого нет. Это я по-другому не могу рассматривать, как недосмотр или по-другому что-то мыслить начинают. Ты посмотри, что они делают. Кто знает Головина? Я знаю, я лично не знал. Помните, что с ним сделали? Лишили его. А сын его, я не знаю, как будто Анастасий звать, тоже лишили. Лишить сана это незамещание сделать. Он не священник. Его даже отцом Владимиром сейчас уже, если все делать правильно, нельзя назвать. Но вы знаете Андрея Кураева, какая мстительность. А за что он стал обличать за это голубое лобби у них? Что они делают? Семинаристы обратились к нему. Невозможно дальше учиться, пока не изнасилует поп его. Это нормально? И он все открыто говорит. Его не привлекли, что он обманщик, его в суд подали. Нет. Там обратились к нему семинаристы. Все данные у него. Лишится она. А его называли как? Прододиакон или радиакон Сия-Руси. Самый популярный диакон Андрей Кураев. Он преподавал одновременно в университете имени Ломоносова. Это главный университет страны. Так они на этом не остановились его, решили. Туда давай, чтобы его оттуда выгнали. Это как? По-человечески? У него больше ничего нету. Это его талант. Его умения. Ну, зачем бы они держали нигде там Московский университет главный? И ни одного замечания за ним нету. А эти стали добить, чтобы его выгнали. Заморить голодом. Это все будет на нас. Чтобы батюшка здесь в один день так перевезти туда. Они не могут туда. А мы как были, так и остались. И когда приезжал сюда Иларион был, и местный был Сергий, и батюшка приехал туда с ними. Мы не бросали, не уходили, не говорили, поминать не будем. Это кто-то бросил. Видит волка. Это ему по предупреждению, тому, кто нас бросил. А нас это не касается. Я пошел в отдел юстиции. Ну, надо ли перерегистрации? Не надо никакой. У вас все нормально. Перерегистрации три раза прошли. Итак, архиерей нас на это не давит. Он обо мне дал запрос, который был. Никаких у меня нарушений нет. Ни канонических, ни догматических. Под судом не состою. Батюшка едет к нему. Ему дают справку, что он в отпуске. Зачем это? За этим стоит пропасть. Как они лютуют священники против меня. Вот вчера, когда Кадушкин принимал крещение, и там сейчас на нем нападе, зашло, что он мой ученик. Тут принимал крещение. Он говорит, он для меня духовный отец. Вы вспомните Нина Жовнерна, вы же знаете ее. И она семь лет стояла. Клочки мимо ехать. Поп, не пускает ее. Все за то, что с нами знаются. Она стоит в валенке, протаивает до земли. Семь лет я обращался к тому епископу, к этому. А перевели-то на ту территорию, а к тому не надо. Этот понич-то приехал, видимо, западную Украину. Священники оттуда приезжали из Авьялово, отовсюду. Он приехал, нас не знает, ни разу не был. Он сразу предупредил, кто будет потерявку ездить. Расстанешься, видно, с должностью. И больше никого нету. В один день. Но его убрали. Убрали как это все вот, или как его звать? Как-то так. А сейчас пишут, куда он пришел, там стонут и плачут. Какая счастливая потеряевка, что его к нам пересадили. Он тоже самое теперь там делает. А на его место Бог освободил и прислали митрополита Сергия. До этого там благословляли. Мы об лагере, в котором заявление было. Семинаристы бегают, срывают. Не могут сорвать, пишут ересь. Ну, лагерь, какая ересь-то? Этот приехал. Наше объявление висит под колокольной при входе в храм. Пришел тут наш близкий человек. Я говорю, слышу через дверь. Этот митрополит Сергий, он так разносит крепко. Вы священники, не хотите работать. Почему вот Лапкин Игнатий Тихонович бездельно радует Евангелие? Да ждете, что никого у вас не будет. Я говорю, что это так он и говорил. Это я считаю, насколько это будет. Но по сегодняшний день его мнение о нас и наше о нем не изменилось. Он мне звонит, что можешь приехать. Он все занят, занят был. И мы сидим беседуем. Тут секретарь, кто я говорю, а один час пять минут. Я тогда уж прямо, это все записывается. И называется Миндальная повесть этот ролик. Я говорю, Владыка, ну хоть что-то-то скажите. Что сказать? Золотые слова. Игнатий Тихонович, не умолкайте. Вот характеристика вся. Нам не надо ни портить, ни лезть. Вот в каком состоянии были, в том и есть. Я говорю, если батюшка здесь, он здесь сидит. Я ему это уже говорил. Зачем тебе это? Зачем? Что нужно, справку тебе архиерея это отдает. Мы молимся каждый день за них. Произносить не надо, они привяжутся. А раз ты произносишь, ты наш. Теперь сразу на тебя указ. Они тебе до обеда голову снесут. Тебе это надо. Вчера только мне позвонили. Я ничего больше не могу. Прошу помолиться. Чтобы как были мы до этого дня, такие мы оставались. Мы стоим так, как первый был который Антоний, вы знаете, храповистский который. За ним Анастасий, Даши Филарет, митрополит Виталий, с которым фотография моя стоит. Ни один бы не пошел ни на какое. Мы придерживаемся того, как зарубежная церковь. Тем более она за рубежом-то осталась. Только там мира, когда готовят, чтобы местный утверждал. И они кого избрали, Марка-то этот. Ну и все, этот утвердил и на этом конец. То есть мы ничего не сделали, ни одного шага, ни одного слова. И вот это вот, прямо на краю пропасти. Если ничего не изменится, бачка будет настаивать. Будут последствия. Притом крайне нежелательные для всех. Как в мире называют раскол. У нас этого не будет. Но это будет перед Богом все. И он не может ответить, зачем это надо тебе на богослужение. Они судят, когда их не поминают. А тебя никто не просит, ты сам поминаешь. Когда мы поминаем сейчас Марка, который на место Илариона. Не знаю, как вам доходит, что я говорю. А они сразу будут претензии к нам иметь. А это очень просто. С места на место они кидают. В один день его здесь не будет. Что он не видит разве этого? У нас хорошее отношение с батюшкой. Это мой родной брат. Но это, я ему говорил, не под каким видом. Вот сейчас мы собираемся где-то. А тут можешь тут молиться. В храме не надо, они за это уцепятся. Мы прошли золотой серединой. Архиерей в храме поминает патриарха. Архиерей приехал. И мы ни разу не сказали, не поминайте. Но мы когда отдельно, у нас ни для кого не надо. А если от них будет священник, поминают, как положено. Мы прошли именно краем опасности на золотой середине. К нам претензий от них никаких не было никогда. Тем более от этого митрополита. Кто согласен помолиться? Я скажу, когда мы молимся, когда у нас занятия идут. Смотри внимательно. Мы молимся. Читают молитву. И после, когда молитва уже заканчивается, Виктор Андреевич читает, там написано. Там от внешних нападений, чтоб не было. Ну, это одинаково. Дальше я говорю, какая там молитва? Почему? Это собрание у вас здесь. Это у нас, когда идет после собрания. Вот такое вот. Дальше я говорю, Господи, прими нашу молитву с воздействием рук. Все поднимают. Кто может, поднимите. Я прочитаю молитву. Боже, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Ты, Господь и Бог, сотворивший видимое и невидимое. Ты знаешь все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына, Твоего единородного Иисуса Христа, прими наши молитвы и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молимся о незаповедавших. Отверзнем двери покаяния. Привудет с нами. Тебя хвала, слава, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И далее. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Ну, маленько подольше стоим. То есть мы слушаем, что нам Господь положит. Вот такая наша ситуация. Теперь она более похожа, как в городе. Не так, что раздвижались. Мы всегда заканчиваем общей молитвой и поднятием рук. А это разрешается, да. Павел говорит, на всяком месте, чтобы поднимали мужей руки. Так про мужей говорится. Э, Жития Святые говорит. И Агафьи все поднимали руки. А я много раз уже говорил. На молитве стоите. Вот знаете, кто стоит так? Сколько раз говорил. Опущенные руки нет. Опущенные руки – это человек растеянный. Человек, который в любой момент может сделать то, что не надо делать. И Господь говорит опустившиеся руки. А как? А вы посмотрите за эти иконы. Ни одной иконы вы не найдете, чтобы руки вот так стояли. Это сейчас изобразили только Елисавету, сестру царисы. Какое право имели? Не изобразили. Только одна. Я смотрел 470 изображений в одном храме. Нигде нет. Ангел стоит, что-то подает. Божья Матерь ребенка держит. Вот так руки опущены, ни одной иконы нет. Ни одной. Что непонятно-то? Поднимайте руки. Не буду поднимать. Нельзя опускать, а я опущу. Вот Александр Мень, мы когда беседовали, вот когда познакомишься, Златоуз говорит, со Словом Божьим и с людьми. Как будто мы поставили задачу быть во всем неугодным Богу. Вот ясно сказано, нет, наоборот, мы постараемся вывернуть. Александр Мень, эта запись у меня сохранилась. Итак, Господь нас призывает быть едиными во Христе Иисусе. Повторяю, к нам претензии от патриархии никаких нет. Мои книги, это главное, их затребовала Одесса. Там какие-то ученые у них. Они пролежали года три. Ничего нет. Теперь отправили ее в Киево-Печерскую лавру. Там профессор. Над книгами этим уже 13 лет. И ни слова нигде нет. Все остальное, как говорит, от тети Фроси. Ничего нигде нет. Ни одного обвинения. Почему местный митрополит их говорит? Ни догматических, никаких отступлений у меня нигде нет. И поэтому, а из-за чего? Вот этот человек, Кадушкин Георгий, принимал крещение. На него навалились, чтобы он отрекся. Мне ни одно условие оставили, чтобы к нам она не ездила и не причащалась. Но сейчас она ходит. Семь лет выбивала из нее. Ну, видимо, вмешалась. Все-таки мы написали патриархию. Ну, это вопиющее все это. Послали данные, ролики с ней беседуем. Она стоит на улице там. Семь лет на улице. А в храм приходит всего, примерно, шесть человек. Храм-то пустой. А почему? Отретись. Она говорит, как я могу? Я в университете первый раз услышала то, что я стала верующей. От кого отречься-то? То есть злоба полностью на разум действует. Мы за Нину молились все при архиереи. Помнишь, я говорил, Нине на стояние, Низоина, Нине. А он что? Ничего не сделал. Да заходи, никто не тронет. А он прямо выскочил. Запрещаю. К куконам подходит. Она говорит, а ты не подходи. Они не знают, что сказать. Но она устояла. И по милости Божией осталась с сестрой и теперь ходит в этот храм. Она в Казачках живет. Мимо мы проезжаем когда. Так все у меня. В 12 приходим сюда на занятия. Спасибо, Христо. Кто может есть какие-то замещания? Еще нет. Спасибо.